Я приглашаю сейчас Бориса Кривошапкина. Борис, начальник отдела развития и электронной коммерции, мультикарта. Борис, можно я сразу же для разминки? Да, да, да. Благодарим начало Антона. Встречаем Бориса. И Дмитрий вам, наверняка, сразу же задаст вопрос. Есть ли у вас СБП? Есть ли у нас СБП? Я отвечу, но в конце. Все, хорошо. Вопрос я уже зафиксировал. Коллеги, добрый день. Спасибо, Николай. Ребят, кто-то может сбросить счетчик, чтобы кто выступает, как-то комфортно было? Это авансом 6 минут еще. Авансом 6 минут. Ладно, я сам засеку. Сейчас 10 минут. Хорошо, да, коллеги, добрый день. Мое время действительно началось. Да, спасибо, коллеги, всем за замечательные презентации. Больше платежей хороших и разных, как мы услышали. Железо, бумага, киуары и так далее. Вот все это было C2B на самом деле. Два раза я увидел замечательное такое сочетание букв B2B. Хочу поподробнее рассказать вот именно об этом. Электронную коммерцию, по сути, можно дополнить, традиционную электронную коммерцию, можно дополнить вот этим самым методом. Но сначала пару слов о NAS, о мультикарте. Это вот такие небольшие, хотя большие, почему цифры какие-то, да, за 2021 год. Мы, процессинговые компании, обслуживаем эмиссионные и эквайринговые программы ряда ведущих банков. В этой стране обслуживаем их железо, собственно, вот 390 тысяч посттерминалов и кассовых решений, непосредственно аппаратов самообслуживания, там уже больше 22 тысяч, пул карт имитированных, вот в настоящий момент уже до 100 миллионов у нас доходит. И вот весь этот зоопарк, огромный оборудование и карт, мы запроцессили в прошлом году 7,6 миллиарда операций. Если говорить о нашей экспертизе в ЕКОМИ, то она вот следующая. Порядка 28% рынка операций в ЕКОМИ прошло через нас. Это в цифрах 2,1 миллиарда операций в прошлом году. Банки, но тут перечисленные, с кем мы работаем, это поддержка эквайринговых программ. И при этом предоставляем уровень доступности сервиса 99,98%. Понятно, что обрабатывая такие огромные цифры, мы просто обязаны иметь полный инструментарий достаточно прогрессивного и инновационных решений по приему платежей. Работаем со всеми картами, со всеми платежными системами, которые присутствовали там или присутствуют у нас на рынке. Опять-таки все вот кошельки, пэи к ним привязанные. Мы работаем с огромным количеством сценариев card-on-file операций, с сохранением данных и дальнейшие возможности оплаты по ним. Понятно, что все это в достаточно полнофункциональном личном кабинете поддерживается. И предлагаем также свои решения по поддержанию 3DS с точки зрения CS, MPI. Ну, коллеги, кто из банков или процессингов, поймут эти аббревиатуры. Если кому-то там интересно, потом расскажу. Тем не менее, все вот это вот было раньше про электронную коммерцию, про формат C2B. C2B, B2B, бизнес-то-бизнес. Что мы, собственно говоря, о нем знаем, об этих операциях? Во-первых, есть гражданский кодекс, статья 861, которая предполагает и описывает способы расчетов между юридическими лицами и П. Это способ расчетов с использованием расчетного счета. Расчетный счет может быть, собственно говоря, в любом банке, здесь каких-либо ограничений нет. Мы знаем, что есть корпоративные карты, которые в интернет-эквайринге также используются, но их использование связано с рядом ограничений. Во-первых, они физически присутствуют далеко не во всех предприятиях. Также личные карты иногда, точнее чаще не могут использоваться для этой истории. Нужно покупку относить на баланс юрлица, ну и так далее. По статистике использование корпоративных карт платежных – это всего лишь где-то 5%, не более от всех потребностей юридического лица в покупках. Тем не менее, если брать западный опыт, то электронная коммерция в формате B2B, она в разы превышает по оборотам формат C2B. Поэтому, соответственно, достаточно логичное расширение электронной коммерции этим форматом. Что конкретно сделали? Сразу скажу, что это некое партнерское решение, которое имплементировано в наши процессинговые протоколы. Конфигурация представляется следующая. Есть единая, одна на все интеграция мультикарты с решением по приему B2B оплат. Это с одной стороны. С другой стороны, есть рабочие, действующие в огромном количестве, это более 50 операций с сервис-провайдерами платежей, IPSP. Буду больше акцентироваться на них. Почему? Потому что по нашей же статистике порядка 90% оборотов проходит с участием сервис-провайдеров. Решение фактически может и до ТСП непосредственно дотягиваться, но об этом чуть побольше в качестве расширения расскажу. Итого, единая интеграция с решением и со стороны сервис-провайдеров необходимость для своих клиентов предоставить на платежной странице единый для всех способов оплаты дополнительную возможность. Допустим, чекбокс с надписью B2B оплата. В таком случае при нажатии этого чекбокса пробрасывается данный запрос к непосредственно партнеру, обеспечивающему проведение обработку B2B оплаты. Кроме обработки платежа, генериции предоставляется необходимая документация. Это важный тоже момент. Дело в том, что при оплате, при расчетах между юридическими лицами, соответственно, требуется как первичный набор документов, так и возможные в дальнейшем документы, связанные с необходимой отчетностью, допустим, перед налоговой, перед регуляторами, проверяющими органы. Все это предоставляется в данном сервисе. И что важно отметить, расчетные счета в этом случае у продавца и покупателя могут находиться в любом банке. То есть нет ограничений в рамках одного банка или в рамках банка в какой-то группе. Вот это самый сложный слайд. Предлагаю особо на нем не зацикливаться. Кому интересно, можете просто сфотографировать. Это схема техники. Тут, наверное, важно понимать следующее, что сценарий взаимодействия и последовательность этапов такой же, как и в классическом интернет-эквайринге. Собственно говоря, и набор команд в протоколе для провайдеров и для ТСП будет такой же, что делает сервис ментально понятным, достаточно удобным. Да, кто не успел сфотографировать, еще буквально пару секунд. Надо напомнить, что все презентации, кто участвует, они доступны по… Да, переключаются. Будут доступны, поэтому можете скачать. Да, спасибо. Да, далее. Собственно говоря, договорная схема монетизации. Самый, наверное, простой слайд. Как я говорил, одна есть интеграция с партнером, поэтому в этом плече взымается с ТСП комиссия. Ну вот в зале, к сожалению или к счастью, одна представительница ритейла, поэтому вслух скажу, что ТСП платит за все. Ну вот как-то в логике этих оплат. Поэтому вот эта вот комиссия, взымаемая за сервис дальше, соответственно, по простому агентскому договору перечисляется провайдеру или, собственно, любому участнику данной цепочки. А организация работы с ТСП, как с получателем этого платежа, проходит просто по договору оферты, то есть минимально возможная форма присоединения к этому сервису. В принципе, по требованию ТСП может быть заключен и договор, если это потребуется. Значит, две стороны, два участника процесса. Продавец, ТСП, юрлицо и покупатель. Давайте посмотрим, как, собственно, происходит подключение и сама работа. ТСП получает через своего сервис-провайдера, во-первых, интеграцию к этому сервису B2B оплат, то есть фактически на своей странице получает чекбокс B2B и акцептуется в данном сервисе. Как это происходит? По ЭДО получает доступ, оферту, которую, собственно говоря, и акцептует, и прикладывает минимальный набор документов от себя. Фактически это анкета о юрлице, о бенефициарах. Партнер сервиса эту анкету рассматривает, достаточно быстро все это происходит, и в ответ возвращает ID ТСП для участия в этой истории. Собственно говоря, можно оплаты уже принимать. При необходимости, как я говорил, это дело может быть подкреплено договором по запросу от ТСП. Теперь сторона покупателя. Покупатель, также юрлицо или ИП, заходя на страницу оплаты, вот того там интернет-магазина или сервиса в интернете, который необходим, выбирает B2B-способ и попадает на страницу ввода данных о себе. Зачем эти данные нужны? Прежде всего для идентификации. Если покупатель в юрлицо попадает впервые, то ему предлагается коротенькая форма для реквизитов, по которым будут выставляться счета. Если это уже повторный вход, то идентификатором может служить просто номер телефона. Соответственно, ТСП оставляет данные, либо телефон для идентификации, получает счет для оплаты. Соответственно, партнер отрабатывает, акцептует эту оплату. В онлайне информация проходит через сервис-провайдера для ТСП. В его учетных системах, соответственно, регистрируется. Покупатель получает набор необходимых документов для получения товара или сервиса. Все довольны, все счастливы. Сделка фактически совершена. Есть вариант обеспечительного полтежа, когда со стороны покупателя запрос, допустим, на рассрочку проходит, или на такое ускоренное получение товара. В этом случае средства можно перевести на счет сервиса, а дальше вот эту задолженность, возникшую, оплатить с рассрочкой. Что важно, при таком методе полтежа, B2B, необходимости в фискализации не возникает. То есть тут экономия не только бумаги, но и тех самых смс и имейлов, по которым сейчас отправляются электронные чеки. Как я говорил, данный функционал возможно, конечно, предоставлять и торгово-сервисным предприятиям, то есть тем мерчантам, которые включены на эквайринг банку напрямую. В этом случае мы добавляем данный функционал в протокол для ТСП. Функциональность как бы кардинально не меняется, там немножко другая, так сказать, логика этой работы, другой немножко интерфейс, но там основные моменты все те же сохраняются. Собственно, для эквайра это дает преимущество привлечения новых ТСП за счет расширения продуктовой линейки, сохранения и удержания действующих клиентов. И если банк, собственно говоря, отрабатывает расчеты по данному функционалу, то это еще и дополнительный заработок на остатках по счетам, дополнительная транзакционная активность, собственно говоря, счастье для банка тоже. И пару слов еще в заключении о процессинге, о мультикарте. Собственно, кроме истории с платежными операциями, на чем специализируется процессинговая компания, процессировать можно много чего. Наиболее очевидные вещи это, допустим, программа лояльности. У нас есть продукты, привязанные к платежным системам, их программа лояльности для банков мы процессируем, но это может быть абсолютно какая-то неплатежная или совсем никак не связанная с платежами история. Допустим, активности, связанные с однотипным большим объемом данных в CRM, CRM активности, или процессинг логистических операций, пункты выдачи заказов, почтовое отправление, все, что угодно с этой отраслью. Маркетинг, реклама, операторские сервисы в формате Uber. В общем, любой-любой функционал, который требует фактически подачу на вход большого объема однотипной информации, процессинг в виде определенного черного ящика и необходимый результат на выходе. Собственно говоря, это хорошая история для передачи своей нагрузки на аутсорсинг, для очевидного сокращения костов. Готовая обсудить кейсы по B2B или любые другие вариации развития процессинга на нашем стенде, вот при выходе из зала чуть-чуть прям левее он находится, стенд мультикарты, стенд номер 11. Поэтому милости просим, спасибо и мои контакты в завершении презентации. Спасибо, коллеги. Идеально просто, Борис. И во время уложился, стаж не пропьешь. Спасибо, благодарим Бориса. Борис. Борис. Борис.